Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусного манника. Этот пирог манник не совсем обычный. В нем есть морковь и клюква. Он получается очень-очень вкусным. Для этого пирога вам понадобится кефир, мука, манка, сахар, яйца, морковь, разрыхлитель, ванилин, у меня вяленая клюква и подсолнечное масло. Ингредиенты даны на одну порцию. Но если вы хотите, чтобы манник получился высоким, делайте сразу две порции, особенно если у вас очень большая форма. Возьмите большую глубокую миску, высыпьте манку. Как я говорила, я делаю сразу две нормы. Налейте кефир. Все перемешайте. И в таком состоянии оставьте на полчаса. Манка должна набухнуть. Морковь натрите на средней терке. Вот на такой. Посмотрите, как манка набухла. Какая густая стала масса. Насыпьте сюда сахар. Сахар кладите по вкусу. Я люблю, чтобы манник был сладким. А вы можете класть сахара меньше. Добавьте яйца. Взбивать их не надо. И отделять белки от желтков тоже не надо. Добавьте масло. Напоминаю, что у меня здесь две нормы. Все хорошо перемешайте. Теперь положите сюда морковь. И промытую клюкву. Вместо клюквы вы можете взять изюм, нарезанную курагу или вяленую вишню. Перемешайте. Теперь частями всыпьте муку. Я обычно всыпаю половину нормы. Так как все зависит от того, какой густоты кефир. И также от сочности моркови. Затем насыпаю разрыхлитель. Ванилин. И все хорошо перемешиваю. По консистенции теста можно будет увидеть, нужно еще добавлять муку или нет. В этот раз я положила всего половину нормы муки. Больше добавлять не буду. Возьмите разъемную форму. Застелите ее пергаментом. Сначала смажьте маслом, чтобы пергамент не скользил. И застелите пергаментом. Не только дно, но и бока. И затем вылейте в форму теста. Тесто разровняйте. И поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. И выпекайте примерно 30-40 минут. Вот такой пирог. Пирог у меня стоял в духовке не 40 минут. Как я говорила в начале, а 50 минут. Теперь надо освободить его от кольца. Форма еще горячая. Аккуратно убрать бумагу. И в таком положении остудить. Пирог уже наполовину остыл. Его можно теперь перевернуть. Обычно я делаю вот так. Накрываю. И переворачиваю. Пергамент снимается легко. Теперь его можно снова перевернуть на блюдо. Это вот так. Я уже блюдом накрываю. И вот так переворачиваю. Видите, какой большой пирог получается. Еле на блюдо поместился. Для красоты можно посыпать его сахарной пудрой. Много сахарной пудры не надо. Так как пирог и так сладкий. Желательно, конечно, манико студить. Но боюсь, что будет уже темно фотографировать. Поэтому попробую порезать сейчас. Смотрите, какой он мягкий. Вот такой замечательный пирог маник у меня получился. Посмотрите, какой он рассыпчатый и рыхлый. Очень ароматный, вкусный и очень мягкий. Спасибо.